Всем привет! Вы всегда на канале Семян на чемоданах. С вами я, Славян. Я думаю, что по названию видеоролика и по превьюшке вы поняли, что сегодня будет. На самом деле, это решение было вчера такое спонтанное. У нас ближе к вечеру выглянуло солнце. Прям вообще даже облаков не было. Мы зашли в погоду, посмотрели, что будет на ближайшие дни и поняли, что она будет муа. И в Сочи она будет плюс 15 на солнце, а там где плюс 15 на солнце, там все 18, а то и 19. Поэтому мы даже долго думать не стали, быстро собрали чемодан. Сейчас завтракаем и в путь. Ну а вы вместе с нами, погнали! По вещам вообще на минималках. Техника, сюда еда в дорогу и в багажнике у нас только стул и чемодан, ну и питьевая вода. Ну и детям самокаты покататься. Все, едем. Мы собрались и уже даже выехали, едем по Краснодару. Нам ехать 6 часов 4 минуты. Я думаю, будет чуть подольше, потому что есть перекрытие в горячем ключе. Плюс пока доедем до Серпантина, Серпантин однозначно где-то будет стоять. Мы поэтому посмотрим. С меня, как всегда, дорога, лучшие моменты. Сейчас еще нужно будет заехать на заправочку. Ну, собственно, все, вам покажу и расскажу. Поехали! На выезде, значит, с Краснодара. Вот заедем вот на эту заправку. Здесь дизель будет стоить 52 рубля 25 копеек. Так, а вон у нас здесь дизельная колоночка свободная. Хоп! Вот так вот. Давай! Да, выпускаешься! Двигаемся дальше. Заправился. На 3, 200 вышло, но это при учете, что я еще списал 400 рублей бонусом. Он пишет, что хватит на 650 километров. Вот у нас указатель. М4 Дон сразу после заправочки. Поворачивает направо. Скажи, валетку вам осталось. И здесь уже и недалеко ДМ-4. По серпантину до Сочи зимой феврале мы поедем впервые. Поэтому обязательно смотрите выпуск до конца. Мы все посмотрим. После того, как здесь обрушились снегопады на Краснодарский край, в горячем ключе что-то случилось. Там дорога перекрыта. И я как понял, судя по карте, по навигатору, там функционирует сейчас одна полоса. Собственно, сейчас все глянем. И как там дела, интересно, на самом серпантине. Потому что куча оползаний. Там дорога вечно плывет, разрушается. Как говорится, семян и чемоданов, и славян с места событий. Ну, собственно, ребята, мы и выехали на М4. Вот у нас есть впереди, значит, указатель. Жубка прямо, Новороссийск прямо. Сюда, Агроном налево, Лорис направо. Едем, соответственно, на Джупу. А там дальше будем уходить уже налево, в сторону Лермонтова. Вон впереди, если присмотритесь, вон там, вон, видны уже снежные шапки. Это горы Адыгея. Это мы заехали в поселок Знаменский. И вообще-то, как вроде, тоже Краснодар. В восточный час сейчас начнется уже. Слева будет аэропорт Башкутский. До Новороссийска нам 231, до Сочи 270 много. И казалось бы, так мало, но так долго ехать. И нудно, Серпантин, сложная дорога. Особенно тем, кто едет впервые, я, конечно, не рекомендую ехать ночью. Лучше все-таки ехать днем, но особенно в сезон. Знаете, что Серпантин стоит, стоит сильно, плотно. И 6 часов превращаются во все 10, а то и в 12. Ну, а если подводят какой-нибудь район до Гамыса, то и дольше можно стоять. А еще, ребята, для тех, кто отправится отдыхать в Сочи, у нас есть наш авторский гайд. Мы его написали путем исследования всего большого Сочи. Мы прожили в Сочи суммарно год. И вместили в этот гайд локации, рекомендации, маршруты, как проехать, как подъехать, где оставить машину, где покушать, контакты жилья, достопримечательности, туристические и нетуристические места. Вообще там очень много всего. Цена гайда нашего всего лишь 490 рублей. Чтобы его приобрести, вам нужно написать либо мне в инстаграм, в директ, либо в Насеньке. Пишите, приобретайте, изучайте и путешествуйте по большому Сочи с удовольствием. Вот это мы проезжаем Артекийский пост. Точнее, это, наверное, нет, Краснодарский. И на выезде мы вот сейчас, получается, заезжаем по Адыгею. Большая республика. Слева у нас Краснодарское море, Краснодарское водохранилище. И вот прям там видны горы снежные. Это как раз это дело Адыгея. Как-нибудь тоже обязательно туда съездим. Вот смотрите, развязочка здесь есть. Герчь направо. Ну и нам нужно держаться, естественно, прямо на Джупку. Ну, а кому нужно в Крым, например, то вот так вот поворачиваем направо. Но на самом деле, если вы едете откуда-то, с Москвы условно, то на Крым вы уйдете вообще гораздо раньше. Там можно даже и через Краснодар, по сути, не ехать. Мы заезжаем в Горячий Ключ. Так, ну вообще, вот теперь мы точно в Горячем Ключе. Висела прям табличка, что мы въехали в город. Налево сюда вот ехать как бы под мост, с которым мы спускаемся. Там есть центр. И, кстати, кто вот едет, заедьте, погуляйте в Горячем Ключе. Здесь есть, что посмотреть. Я ссылочку прикреплю в описании. Посмотрите. Там даже можно покупаться в горной реке. Слева-справа еще есть места, где лежит снег. Но за эти выходные, я думаю, что он полноценно уже растает. Потому что сейчас на улице 7,5 градусов. И впереди у нас вот такие вот снежные небольшие горы. Мы остановились, соответственно, чтобы все сходили в туалет. И заодно перекусим, да. У нас очень удобно в машине. Есть стол. Поднимается. Вот. Покушаем. И будем двигаться дальше. Ну как покушаем? Я бы сейчас что-нибудь перекушу. Буду ехать, наверное, на ходу жевать. Хотя ребята будут ехать и кушать. Ну вот, смотрите, мы выехали за Горячий Ключ. И вот едем уже непосредственно в ущелье. Здесь, смотрите, сразу дорожные работы. Возможно, это и есть тот проблемный участок. А, ну да. Видите, слева произошел обвал. Видите? Ушла дорога. Прилично причем. Мне, получается, забрала одну полосу. Не дай бог оказаться в моменте. Ну и здесь, соответственно, вот если на Сочинском серпантине опасные участки, они затянуты металлической сеткой, то здесь вот сейчас проезжали участок незатянутый. Так, вот сейчас еще были знаки, что дорожные работы. Сейчас посмотрим, что здесь. Но на самом деле, вот после Горячего Ключа дорога уже не, как говорится, не начали на расслабоне, как по М4. Она уже постепенно начинает включать водителя. Повороты, газ, тормоз, нужно предельное внимание, встречка и так далее и тому подобное. Так, что здесь у нас? А, ну здесь просто, видимо, кто-то в отбойник влетел. Меняет просто отбойник. Ну а дальше дорога, она вообще начинает издеваться над водителем. Вот на серпантине очень мощно, вот с такими какими-то фурами, либо газелистами. Они вот встают и все, и ползут. А сейчас еще не серпантин, здесь есть вот такие карманы, чтобы обогнать. Но дальше будет, конечно, ну все, увидите, в общем. Так, здесь такой участок пишет, что прямо он аварийный. Вот можете увидеть, видите? Здесь был оползень. Смотрите, как сильно. Да. Вот так вот. И сейчас мы с вами заезжаем в Топсинский район. Вот это слева. Это смотровая площадка. Вот видите, как дорога начинает петлять. Но это еще не то, потому что мы сейчас как бы проезжаем этот участок. Спускаемся к берегу. Это у нас будет Новомихайловске, Лермонтово. Там прямая дорога. А вот дальше начинает уже Стопс. Едем. И очень сильно у нас у всех начинает закладывать уши. Перепады идут. И едем еще и думаем, а где бесчинное солнце? Солнце-то где? Но скорее всего это из-за того, что мы сейчас едем в горах на высоте. Поэтому здесь туманно. Идет такая вот морозь. Но дальше, я думаю, возле берега уже будет хорошо. Мы двигаемся дальше. И посмотрите. Вот уже солнышко проглядывается. И дальше синее небо немножечко. Я думаю, что там будет все нормально. Ой, видите, какой у нас тут. Ой-ой-ой. Самосвальчик. И в самый последний момент пришлось его обгонять. Да, за ним можно встать и ехать долго. Но, но, вот такие вот КамАЗы, они, как правило, уважают всех водителей. И они прижимаются правой стороны. Таким способом побольше возможности их обогнать. Ой, как приятно, солнышко, шикарно. Даже это, торпеда нагрелась. Ну что, мы подъехали к главной развилке. Джок поналево. Геленджик направо, Новороссийск направо. Можно сейчас резко решить, куда мы едем. Ну, конечно, на этом Сочи. Там, где темные ночи, да, потом как-нибудь поедем вот в ту сторону, направо, в сторону Геленджика. Все, пока сюда. Вообще, на самом деле, машин мало. Пока мы нигде не стоим. Вот, это хорошо. Обычно горячий ключ вообще всегда стоит. Но нам пока везет. Мы добрались до Джубги. Здесь дизелечек 5140. Может, кому-то это нужно будет. Мы отдыхали. Джубге. Это, конечно, совсем был у нас отдых с морем связанный. Просто ездили в такой хороший, красивый дом. Тоже выпуски, посмотрите, есть. Здесь, кстати, тоже обычно постоянно пробки. Посмотрим, как мы сейчас проедем. Ну, у нас не сезон, но в любом случае сейчас пятница, солнечные выходные. Я думаю, не одни такие умные мы, кто стартанул в Сочи. Здесь также есть аквапарк. Сейчас покажу вам его. Вот справа. Вот он находится. Как раз аквапарк. Аквапарк Джубга. Ну, достаточно большой, на самом деле. Если вот так недалеко куда доехать, то вот сюда заехать можно хорошо отдохнуть. Ну, наверное, город 15 здесь точно есть. И детские разделения есть, и на взрослые. Смотрите, вот мы. Выехали к морю. И здесь вот, это, в общем, на Михайловске, Лермонтово. Здесь дальше, вот видите, с правой стороны сплошные кемпинги. Вот кто любит отдыхать, там, так сказать, более дико. Вот сюда можно смело приезжать. Единственное, что здесь отвесы. То есть до пляжа надо будет спускаться по ступенькам. А дальше, сейчас тоже покажу, там нормальный есть спуск, прям такая, как а-ля, равнинка. Там на Михайловске нам 13 километров. Ну, район, короче, этот. Садами. Вот и морюшка. Вот эти пляжные кемпинги от километра. Что здесь только нету, короче. Вся линия усыпана кемпинги от километра. Вот, вот про что я вам говорил. Вот она равнинка. Вот справа, видите? Вот. И здесь тоже можно припарковаться. И купаться. И вот сразу, смотрите, мы заезжаем в Лермонтово. Лермонтово, где был в том году вообще такой труддец. Где здесь просто сели, сходили с гор. Такой поток шел. Уничтожены были набережные, все палатки, дороги. Вот эту вот дорогу, по которой мы сейчас едем, ее почти не было. Пляж справа здесь. Кстати, его даже не восстановили. Вот, смотри, Настя. Видишь? Что творится? Ужас. Я надеюсь, к сезону, конечно, что-то будет получше. Но вот сейчас вот так вот здесь. Да. Лермонтово пострадал очень сильно. Вот здесь вот куска, получается, дороги не было. Но, видите, да. Так они особо-то ничего и не восстановили. Но хотя бы дорога есть. До Сочи 157 километров. Но это обманный знак. В том плане, например, если вам нужно батлер, вам ехать гораздо дольше. Потому что там, считайте, Лазаревский весь район надо проехать. Потом Центральный, Хостинский. Потом батлер. Ну, собственно, да, вымерите, куда мы едем. Хочу вам показать. Посмотрите, как здесь разрушена дорога. Вон, ее все реставрирует. Безумно грязная. Вот я немножко, давайте, приторможу. Смотрите. Вон, справа ее делают. Потому что слева здесь река. И все, короче, посносило, как всегда. Вот нам даже, видите, здесь дорогу перекрыли. Пока кто-то там разворачивается. Ну, мы покажем. Котик, пока взимания надо. Вот такие дела. Вот, если что, вот это находится возле соло-отеля. Ручей. Ручей называется Саркизова щель. Прикиньте, ручей просто взял, вышел из берегов и всех вот так вот наказал жестко. Вот минут 15 едем, но дорога уже виляет. Левая, вправая, вверх, вниз. Вот, видите, как, опа, вот так вот. Есть карманы, где можно остановиться. А вообще на серпантине запрещено остановку делать. Вот видите, например, сейчас спуск будет такой прям. Знак висел предупредительный. И вот едем, едем. И непонятно даже, что за поворотом, потому что очень такой крутой получается поворот за гору. И вот хлопцы, видите, сразу опять оттормаживаемся. Тут же пошла дорога налево. И сразу же дорога идет направо. То есть, ну, чтобы вы понимали, да, здесь уже не расслабишься. ЖИКС, видите, только повернули направо. И сразу же идет крутой поворот налево со спуском. Вот так вот, видите, ЖИЛЁКС. Вот, например, слева, видите, площадка такая, карман, где можно до пикника остановиться. А мы тем временем снова поворачиваем направо. Так, ну что, мы заехали в любимую Ольгинку. Очень спокойный здесь отдых. Людей здесь, конечно, много, но здесь, правда, классно. Кто не смотрел выпуски про Ольгинку нашу, обязательно посмотрите. Может, кому-то понравится, и вы приедете сюда отдыхать. Мы здесь были раза три, заезжали, останавливались. Здесь классно есть как и обычный пляж, так и дикие места, если отойти влево-вправо. Ну и, соответственно, туристическая движуха здесь тоже имеется. Вот центр Ольгинки, пятерочка. Я люблю Ольгинку. Направо, как раз, набережная реки Ту. Вот, слева, видите, вот зеленый такой типа отельчик. Вот мы в нем тоже останавливались. У нас есть обзор этого отеля. На самом деле он прикольный. У него даже есть бассейн там наверху, на последнем этаже такой панорамный. Но у отеля, к сожалению, нет такого хозяина, который бы упаковал этот отель. И он бы действительно был бы очень крутой. И вот, друзья, за Ольгинкой, смотрите, видите, справа эстакада. Мало ли кому-то что-то нужно, знаете, она здесь есть. Бесплатная, можно заехать и что-то подшаманить в машине, если вдруг у вас что-то здесь случилось, не дай бог. Хочу обратить еще внимание на то, что на дорогах, из-за того, что здесь были снега, вот дорога сама по себе очень хорошо подушаталась. То есть есть вот такие ямы, которые, ну, мгновенно, знаете, появляются перед глазами. И приходится резко аж вылетать на обстречку, чтобы их не словить. А кто будет ехать, я думаю, в ближайшее время, будьте внимательны. Я просто думаю, что к лету, скорее всего, их все золотают, либо поменяют там кусок асфальта. Так, у нас сейчас будет с вами первый поворот на 180 градусов. Смотрите. Опа. Вот так вот. Отормаживаемся прям до 20. И вот так вот в горку поворот. Сейчас таких поворотов будет очень много. Видите, начинается, это мы уже подъезжаем к ТОПСЭ. Все, вот с этих вот моментов ты начинаешь очень включаться в дорогу, особенно те, которые будут включаться у кого механика. Потому что туда-сюда надо будет дергать эту ручку, сцепление. Мне кажется, на механике устаешь в два раза больше. Мы, кстати, заехали в ТОПСЭН. И вот, если поехать направо, это проезд на скалу Киселева. Мы то, что доходили. И, кстати, ходили в такую же погоду, как сейчас. Только по осени. Настенька тогда... Ой, по осени и летом. Настенька была на последние месяцы беременности. Мы там по этим скалам лазили. Гляньте выпуск, он... Выпуск сумасшедший. Ну и вот она. Стелла ТОПСЭ. Город воинской славы. Уже все зелененькое, да? Да, правильно. Настенька там сзади верит, что все зелененькое уже. Ну да, здесь действительно зелень больше. И это радует. Здесь, получается, на выезде из ТОПСЭ тоже чуть-чуть дорожка ушла. Видели, надо бы кусок был. Потихоньку восстанавливаются, ведутся ремонтные работы. Будут посмотреть, какой участок ушел вниз. Отбойник весь туда. И видно, что на дороге такие трещины, что еще чуть-чуть идти туда, и эта часть тоже уйдет. А слева вот камушки падают. Такой здесь достаточно опасненький участок. Там-то поповоротно 180 градусов. Так, ну что, смотрите, у нас большая табличка в Сочи. Сейчас будем, наверное, заезжать уже в Большой Сочи, там, где пост такой с турникетами. Да, вот Магри, и он находится именно здесь. Заодно расскажу про топливо, да, 95-й 54 рубля, дизельный 51-20, 100-й 61-30. И красивый вид на море. Здесь нужно аж до 20 километров подтормаживаться. Все, welcome to Sочи. Посты пролетели. И вот табличка. Это Сочи. Мы в Сочи. До центра Сочи нам 86 километров. Ну, до Адлера еще примерно где-то 100-120, наверное. Мы, кстати, въехали уже в Лазаревское лесничество. Сейчас где-то будет стоять указательно Лазаревское. Так, пока у нас вот Аше. И погода. Опять дождь. Вообще непонятно, где обещанные солнца. И почему у нас преследует дождь. У нас же даже дети поспали. Ну, как поспали? Арземка так и не спал. Поспал Родион. И он еще трыхнет. Ну, то есть, обеденный сон уже прошел. Время 14.30. 7 градусов, кстати, здесь. Вот про это я говорил, когда прицепляешься за фурой. И все, за ним можно ехать очень долго. Пока он вот так вот сделает красиво и не пропустит. Айда, спасибо тебе. Вообще, на серпантине есть знак, мол, типа водители большегрузов останавливаетесь в карманах и пропускаете колонну. Поэтому, ну, вообще они как бы обязаны так делать. Потому что они едут тут со скоростью, там, не знаю, 20 километров. И за ними ехать, да, еще отдельная история, конечно. Вот, ученик тоже сделал правильнее. Вот, смотрите, табличка. Опасность опрокидывания. Вообще, сколько раз мы ездили здесь на серпантину. Всегда есть одна машина, которая перевернулась. Так, это, кстати, Мамедова щель. Классная эта соперимечательность, куда можно заехать. Ну, если вы едете. Опа. Да, здесь очень, очень опасный поворот на 180 градусов. Плюс резко уходит дорога вниз. И чаще всего, конечно, лежат самосвалы, бетонные мешалки, фуры. Кого мы еще видели? Ну, все. Вот, собственно, всех перечислил. Автобусов не видели. Не дай бог, видишь, с людьми лечь. И вот на таком повороте мы заезжаем в Лазаревское. Прекрасный поселок, в котором мы тоже останавливались неоднократно. Здесь здорово. Здесь прям классно для детей. А вот эту вот синюю крышу, вилла Пора, конечно, не рекомендуем для проживания. Посмотрите выпуск. Он там что-то где-то 60 или 70 тысяч просмотров набрал. Гляньте, мы там честно рассказали про эту виллу Пору. Мы сейчас будем выезжать уже из Лазаревского. И еще хочу сказать, что Лазаревское это тот поселочек, где вы можете отдохнуть от первой части серпантина и перенестись во вторую. Потому что здесь дорога прямая, но через сам поселок проходит. Он может заехать покушать, покупаться, например. Вот, и продолжить свой поезд. Мы половину серпантина уже преодолели. Давайте немножко про расход расскажу. Смотрите. 8,8 литров на 100 километров. 8 градусов. У нас прям солнышко-солнышко. Достаточно долго. Хочу сказать, знаете что, я не успел показать в Волконке очень сильные дыры в дорогах. То есть, знаете, прям трещина по всей дороге проходит. Ее замазали чем-то. Но они такие жесткие. И они прям как бы из поворота сразу показываются. И не успеваешь. Поэтому будьте, если здесь ехать, прям аккуратненько. Сильно не гоните. А то вот я что-то дал 50 километров и просто очумел, как поймал их. Вот видите, сейчас была табличка со всеми знаками. Подъем, спуск, 40, зигзаги, какая предупредитель. Вот тут камера, типа, будет в сеть. Кстати, этот весь участок он сделан вот с такими карманами. Типа, видите, парковочка. Через каждый, я не знаю, там 500 метров они есть. Поэтому в целом нет никакого дискомфорта, что, типа, не можешь остановиться. Так что, если вы думаете, что здесь остановки нету, то знайте, что, ну, есть. Есть места, куда можно занырнуть. Так, и тут у нас что-то... Какой-то ремонт. Какой-то ремонт. Ну, здесь, собственно, видите, вот светофор был. Здесь вот произошел обвал. Видите, они чинят. Слева. Получается, забрали полностью полосу. Да, слушайте, они, получается, рушат сами гору, чтобы расширить дорогу. Ну, что, снова встали. Снова ремонт. Это мы находимся в районе Лазурный берег. Это вот за Головинкой. Вот, будет вам видно, надеюсь. Вот, тут вот якорная щель. Здесь сейчас толкаемся, потом едем. Потом у нас Нижний Учдерри, Дагамыз, как всегда. Вот. Ну, а потом... Ну, а потом вроде все хорошо будет. Ну, посмотрим. Да, в Головинке, посмотрите, как серьезно. Причем они, вот, видите, все прям бетон ложат, укрепляют. Потому что здесь дорога солидно ушла. И, походу, вот эта реконструкция надолго. Значит, летом здесь однозначно тоже будем стоять. Не трогай яблоки красные, у тебя. Да уж. Ну, что я могу сказать, на самом деле, серпантина, вообще серпантина, если вот так вот почва двигается, мне кажется, мало с ним что сделаешь. Он просто когда-нибудь да так рухнет, что будет полное перекрытие дороги. Ну, мне так кажется. Считывая, что как он постоянно обваливается. Едем уже такое солнышко, и оно припекает. И я даже вот окошко открыл, чтобы запустить этот воздух морской, и горный. Мы проезжаем Лоу. О, хотим тоже сюда заехать, посмотреть набережную. Вроде я смотрел, что набережь здесь вообще уничтожена. Из-за штормов, которые были. Может быть, на обратном пути это сделаем. Посмотрим. Вот. Здесь есть Лоугский храм. Рекомендую вообще съездить, потому что очень интересное место. Выпуск посмотрите наш, как мы туда ездили. Вот едем, а нам надо будет сейчас вон туда попасть. Вон те домики виднеются. Вон, видите, там даже пробка. Вон туда. Вот вам сейчас показал, куда нам надо попасть. И вот здесь вот, на мой взгляд, самая петляющая такая дорога. Причем вот здесь вот слева можете заметить ограждение свежее сделали. Асфальт тоже видно новый. Ну и, соответственно, разметка. Недавно. Мы, кстати, когда здесь жили, как недавно. Вот здесь произошло сильнейшее обрушение. Вот ушла полностью полоса. Вот сделали, сделали. Вот так достаточно интересно выглядит. Не знаю, насколько, конечно, это все дело хватит. Вот еще один поворот. Давно с вами мы его такой не видели. Опа. Вот так вот. Вот такой у нас поворот. Снова. И мы втыкаемся просто вот в пробку небольшую. Ну, я смотрел по карте, я бы ее показывал, что вот здесь вот будет пробочка. Да, здесь тоже, видите, по ситофору едем, получается. Нам сейчас зеленый, вот мы и поехали. И здесь вот с левой стороны обвал. Причем можете заметить, его лечит, лечит, лечит. Он все равно обрушается. Ох, как сильно-то там, ничего себе. Так обрушение-то приличное. Прекрасные виды на Дагомыс. Шикарный пляж, широкий, пустой сейчас. Да. Обожаю это место. Оно, правда, сложное. Здесь всегда такая пробочка. Вот, видите, опять 180 градусов. И вот сейчас постараюсь показать этот вид. Ну, все равно нет, камера так не передаст. Здесь надо ехать. Такой кайф. Да, уже и в лотка не тут все. Выехали мы из Дагомыса. Висела табличка, что до центра Сочи осталось 4 километра. И сейчас, чуть похоже, перевал должен закончиться. Там висит табличка, что конец сочинского перевала. Здесь, видите, такие тоже серьезные работы проходят по укреплению. Вообще, здесь тоже очень сильно ушла дорога вниз. Так вот. И вот, видите, указатель Сочи 2 километра. Я доверяю их с новостями, потому что Серебряный тоже независимый радио. Так, вот у нас табличка. Конец перевала. Здесь будет непосредственно сочинский пост. Вот мы и добрались. Серпантин я вам максимально четко показал. Про гайд наш рассказал. И приглашаю вас в следующие выпуски, которые будут посвящены нашему влогу, нашей такой микрожизни в Сочи. Мы очень рады, что доехали. Очень рады, что это с нами случилось. И увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и в комментариях пишите, как вам Серпантин, если вы по нему ездите, какое время выбираете. Может быть, кто-то из вас поделится ценными советами. И все почитают, ознакомятся. Все, я с вами прощаюсь. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok